Здравствуйте, дорогие друзья! Необычные события, которые мы с вами рассматриваем сегодня и в предыдущие дни, они для нас важны для современного человека, не менее важно, как это было и для тех, кто был рядом с Иисусом и для самого Христа. Потому что мы с вами проходим каждый год какие-то подобные переживания, и поэтому знать, как к этому относиться, знать, как выходить из этих состояний, из кризисов, для нас это важно. Поэтому я сегодня хотела бы с вами просмотреть, как завершился этот период в пятнице и перешел в субботу. С одной стороны, с Гефсимани он начался, но потом все, что происходило и в жизни Иисуса Христа с Пилатом, и потом с разбойниками на кресте, и с сотником, все это, вся картина Голгофа нам известна. Ну, известно, понятно отчасти, по событиям, но по состоянию лучше рассмотреть каждого из тех, кто там присутствовал. Там были очень разные категории людей. Но теперь наступил момент, когда Иисус мог воскликнуть сначала или-или лама Савахвани, «Боже мой, Боже, зачем ты меня оставил?» Это состояние его сердца и души, которое разрывалось с учетом того, что грех лег на него в полном объеме за все человечество и за все века. Но жизнь в нем продолжала струиться, и потому он стремился в небеса с этим вопросом, «Где ты, мой отец?» Потому что то отчаяние, которое он пережил, но в конечном итоге он смог сказать, «Последнее завершающее слово совершилось». Он взял эту вершину для тебя и для меня. После этого пришел один богатый человек, Иосиф из Римофеи, и попросил у Пилата тело Христа. И то, что мы можем прочитать. «Придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей, положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба и удалился». Посмотрите, насколько человек, который сделал все, что нужно от сердца, он даже не предполагал, что будет значить эта плащаница для поколений потом, как будет много вокруг нее разных разговоров, какие события будут они рассматривать через эту плащаницу, какие доказательства воскресшего Христа будут там находить. То есть у Иосифа этого не было вообще ни в мыслях, ни в мечтах, ни в ожидании. Потому что это было просто чистосердечное желание поучаствовать сейчас в этом последнем пути человека, который был для него сверхъестественной личностью. Он видел, он наблюдал, и поэтому сейчас захотел поучаствовать в этом финише пути. И у нас с вами, друзья, есть также разные события, которыми мы с вами можем сегодня для тела Христа совершать дело, которое Бог нам поручает. Но для этого так важно не смотреть на мнение людей, не смотреть на то, как будет выглядеть твой имидж в глазах тех или других людей, но сделать все, что от тебя зависит, сделать качественно, сделать до конца. И только Бог один знает, как это обернется в вечности, твое вложение в судьбу людей. И поэтому я желаю, чтобы мы с вами эту субботу прошли вместе, потому что там во время субботы на другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, господин, мы вспомнили, что обманщик, тот еще будучи в живых, сказал после трех дней воскресную. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. Посмотрите, суббота – это молчание со стороны Бога. И поэтому в этот период, когда все молчит, заговорщики говорят. Поэтому дай нам Бог субботу пройти достойно, потому что еще нет того воскресения, но уже и нет жизни в том формате, который ученики привыкли иметь во Христе. И поэтому в нашей жизни тоже есть субботы. Суббота – молчание. И дай нам, Господь, выстаивать в эти дни и в эти события максимальным образом. И потому сейчас молитва к такому Богу, который знает твои и мои субботы. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сейчас взываем к Тебе и просим, чтобы субботний период в нашей жизни, он прошел без поражений, чтобы мы могли пройти с учетом того, что у Тебя последнее слово. Ты говоришь то, что Ты определил, и делаешь это. Ты не только сказал, но Ты сделал. Слово становится плотью. Слово становится явлением. Поэтому пусть и сегодня Твое слово к нам будет звучать, что мы пройдем эту субботу. Мы пройдем достойным образом. Мы пройдем в ожидании. Мы пройдем в тишине сердца. Мы пройдем в уповании на Тебя, потому что за субботой есть воскресенье. И я благословляю каждого человека не забывать о том, что последнее слово за Тобой. Помоги нам, Господь, в уповании на Тебя, творить молитвы и ожидать просимое. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok